Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Катя. Сегодня у меня необычное видео, видео о расхламлении, поэтому меня в кадре не будет, потому что вся часть, где я снимаю, у меня тут все так завалено, как будто я только что переехала. И начну я рассказывать сразу с крупных вещей, которые я расхламила за эти последние недели. Вот тут на стеночке видно у меня висел когда-то телевизор. Но поскольку мы телевизор никогда не смотрим, я уже, наверное, года два как отключила этого оператора, который все эти программы подключает, телевизионные, и смотрела, может, очень-очень редко, так иногда какой-то фильм через компьютер подключала, и этот телевизор просто висел, занимал место. Я решила от него избавиться. Вторая вещь, от которой я избавилась, большая, крупная, это кто смотрит мой канал, наверное, видел. У меня вот здесь на заднем фоне была такая полка. Сначала я ее расхламляла, потом она у меня была в нормальном состоянии, но в итоге она сломалась. И я не могла, мне было легче ее продать, чтобы кто-то другой себе починил, оставил, чем самой чинить. В итоге сейчас у меня такой легкий кавардак, и вещи, которые там остались, которые тогда не расхламила в прошлый раз с челленджем, они теперь все на моем столе. В итоге у меня сейчас такой творческий беспорядок, и я снова пересматриваю все свои вещи еще более подробно. И мы тут с подругой посмеялись, она говорит, ну как квартира может вмещать столько вещей? Вот я тоже не понимаю, как квартира может вмещать столько вещей, и есть такие вещи, которые, ну действительно, или они уже просто отслужили, они уже выглядят некрасиво, но как бы все равно используются и не приносят никакого удовольствия. Или есть вещи, о которых ты просто забыл, есть вещи, которые качуют с места на место. В общем, если вам интересна тема расхламления, то я надеюсь, что я вас помотивирую, тоже глянусь на свои вещи, может быть, прийти к каким-то переменам. И сейчас я покажу, что сегодня расхламляю я. Все вещи, ничего не будет выкинуто просто так, все будет или использовано дальше, или переработку сдано. Так, что у меня сегодня уходит из моего дома? Эту книгу я прочитала, интересно, современные реалии, реалии интернета, но это такие современные книги, для меня это вещи почитать на один раз. Я прочитала, и сейчас я дальше кому-то передам, потому что, например, классику есть какие-то вещи, как, допустим, унесенные ветром, я с удовольствием люблю через какое-то время прочитать снова, а такие книги один раз, поэтому идет дальше кому-то. Вот эта книга вся затертая из моих школьных времен, я пользовалась ею, это литовско-русский словарь, и здесь, что очень важно, в литовском языке есть три знака ударения, и часто сами даже носители языка тоже путают, и мы русскоязычные иногда делаем ошибки, поэтому пока не было интернета, это была очень важная книга для меня, она затертая, я вот училась все эти знаки ударения, и вообще слова, но сейчас есть интернет, и дочке, если что-то надо, или мне иногда, все в интернете, поэтому это в библиотеку отдаю. Дальше я перебирала аптечку, и у меня нашлись даже еще не использованные, от аллергии лекарства, у которых уже входит срок, и я тоже все это расхламляю. Следующая вещь, это мой просто заношенный, заношенный рюкзак, вот он, кстати, мне приносил удовольствие долгое время, я его таскала беспощадно, изо дня в день много лет, но сейчас я уже просто посмотрела, ну что уже некрасиво, я бы и сейчас его таскала, честно говоря, потому что он безумно удобный, самый лучший мой рюкзак, но я посмотрела, это уже просто некрасиво так ходить, поэтому он дорогой, любимый, отслужил свое, и все, я его в контейнер, вот с этими всеми вещами, там где все у нас текстиль, все это собирают, он уходит от меня. Так, дальше из мелочей, из мелочей уже пилку поменяла, она не выполняет своих функций, тоже уходит, кстати, я снимала одно видео про мелочи, потому что они для меня, например, такой самый враг, их как бы много, они тоже все время кочуют из пространства, из одного места в другое, и вообще я поняла, что вот с расхламлением какой-то один там челлендж на месяц, ничего это не поможет, если как бы много вещей каких-то, потому что у меня есть и от бабушки, и от родителей, и все это завалено в нашей маленькой квартире, и поэтому я поняла, что расхламление, это, наверное, работа годами, не только над своим домом, но и над своей головой, над своим мышлением, и важно... Ну, я в это время, на самом деле, когда я начала заниматься расхламлением, я практически ничего такого какого-то не покупала, только вот сейчас у меня кое-что тут для дома меняется, и вот в интерьере меняется, и я уже по-другому, по-другому смотрю. Так, это чехол от очков, он весь перекосился, старый, и очки сами тоже уже пора менять, но вот это та вещь, к которой я привязана, я их обожаю, люблю, ношу их дома, хоть они уже и старые, но я совсем не хочу с ними расставаться, чехол не использую, он такой весь уже никакой, его расхламляю, а очки пока что оставляю. Потом еще была одна вещь, которую я просто обожала, это тоже мне был такой сервиз от мамы остался, это немецкий, это вот марка Lettine, кто тоже, допустим, из советских времен знает, что немецкая посуда очень качественно считалась, особенно когда у нас ничего не было, и вот из Германии привозили эти сервизы, вот с этим значком, по-моему, это 70-е и 90-е годы, и по чуть-чуть, по чуть-чуть он у меня бился, там какие-то осталось, сейчас только вот чайник и сахарница, и буквально вчера дочка брала, она просто отломалась, может, уже от времени, я не знаю, но очень любила этот сервиз, конечно, с сожалению, с сожалению, ну, жалко мне было, что она разбилась, но что делать, и тоже вот в этом интерьерном магазине заказала новую сахарницу, и там еще несколько вещей, и смогу потом показать тоже новинки. Вот этот сервиз, когда-то я его приобрела, даже не помню, он из хорошего магазина, у нас есть в Литве специализирующийся магазин на чаях, на чайной посуде, и этот сервиз оттуда, это тоже неплохая марка, и хорошую посуду производит, но вот на тот момент он мне очень нравился, я вот это любила сидеть, вот там свечечку вставлять, чайник ставить, и вот пить из таких чашечек, но сейчас у меня вкус поменялся, и мне он не заходит, он у меня лежал сначала долго на полке, потом я перенесла его в подвал, в коробке, потом я делала там тоже такой порядок, я его перетащила, думала, может, буду использовать, в общем, он с места на место перекладывался, и я поставила его в винт, это может за вообще символическую цену, ну, как бы по этому качеству, может быть, кому-то захочется, вот как раз в летнее время, но у меня он просто не используется, вот не та вещь, которая приносит удовольствие, поэтому я ищу для него нового хозяина, хозяйку. Это уже разрезанное полотенце из Икеи, оно уже затертое просто до невозможности, но я не выбрасываю его, потому что у нас дом старый, у нас бывают случаются какие-то поломки, сантехника или еще что-то, и так бывает, что пока ты ждешь сантехника, то нужно там все застилать какими-то тряпками, поэтому это полотенце выстиранное, разрезанное, и, ну, как бы лежит на такие случаи, а вообще, раньше мне полотенца из Икеи очень нравились, когда только появилась у нас Икея, они были все неплохого качества, а сейчас с каждым годом все как-то хуже и хуже, поэтому я в Икеи больше не покупаю, тоже сейчас пересматриваю, вот такие старички из этих старых, они тоже вот идут, ну, как бы я их использую, такую дам им вторую жизнь в виде тряпок всяких, они у меня еще несколько есть, и сейчас я тоже в этом интерьерном магазине купила полотенце очень хорошего качества, но пока что только два, потому что они дорогие, и потихонечку, потихонечку я бы хотела поменять, потому что качество Икеи мне больше не нравится, оно мне вот, ну, нравится для тряпочек, потом я еще раз хламляю, тоже это я нашла, это когда-то у моей бабушки, наверное, была такая обитая эмалированная кружка, я никогда ее не пользуюсь, и выставлю ее около мусорки, и туда же пойдет этот пластиковый, такой от цветов, наверное, штука, потому что мне они вообще не нужны, они даже не мною приобретенные, еще тоже такая старая брошечка, я ее выставила на винтед, возможно, она кому-то понравится, потому что это совсем не мой стиль, кораблик, возможно, янтарный, и я на все, как бы, вещи, даже украшения сейчас тоже свои все перебрала, оставила только самый любимый, в которых я себя чувствую самой красивой, а что-то вот такое тоже винтед бывает выставляю, там есть, кто любит такие всякие старые винтажные штуки, и с удовольствием их покупают. И из вещей на сегодня такой пуховик, который поносили уже вместе я и дочка, и он до сих пор в хорошем состоянии, мы когда-то покупали на Алиэкспресс, и там он был не из дешевых, из таких подороже, которые и качество действительно отличное, замки, тут сейчас у меня не очень получается, его, наверное, весь показать, такой оранжевый, оранжевая подкладка внутри, но как бы для нас он уже все вот устарел морально, я говорю, мы его много лет носили, хобби причем, и сейчас я, возможно, моя подруга, вот у которой в деревне есть многодетная семья, если она возьмет, то я буду очень рада, потому что он правда в очень хорошем состоянии, а если она не захочет, тогда я просто в контейнер его отнесу. И последнее, что я сегодня расслабляю, это обувь, они настолько, обе пары, вот эти обуви качественные, они просто неубиваемые, я их заносила, я очень много лет, эти рыбок, я вообще не помню сколько лет, они просто, долго-долго я их носила, и если честно, они такие удобные, такие удобные внутри, что я бы еще хотела их носить, но они уже примерно, как и мой рюкзак, выглядят так, что надо их уже поменять, ну что-то другое, уже неприлично в них ходить. И вот эти Эко тоже, настолько хорошее качество, что они даже поношенные, лучше, наверное, многих теперь каких-то вот, ну, некачественных новых ботинок, они настолько мягкие, настолько удобные, но тоже для меня просто уже морально устарели, потому что я их относила свое, вот я любила обе эти пары, за их удобство, они может не очень красивые, но безумно удобные были, поэтому я с благодарностью их расхламляю, и вообще, если вам интересна тема расхламления, напишите что-то в комментариях, может я почаще буду снимать такие видео, не только про косметику, и спасибо, что досмотрели это видео до конца, ставьте лайки, подписывайтесь, и я надеюсь, что я этим видео вас не, как-то немножко тоже мотивирую, выглянуть на свои вещи по-другому, потому что мы, особенно чем старше становимся, мы очень часто как-то не хотим ничего менять, как есть, так есть, вот я так иногда думаю, что все-таки нужно мечтать, нужно что-то менять, что-то делать, и расхламление, это такой просто естественный, такой вот, ну, шаг к каким-то переменам, как мне кажется, и вот эта идея кон-мари, что окружать себя любимыми только вещами, она очень ценная, и она действительно вот работает очень, по-моему, хорошо, спасибо вам, до новых встреч, пока-пока!